всем доброе утро сегодня у меня по плану тушение капустки тушу капустки сделаю щи с щавелем щавелевый суп и куриные желудочки купила вот сейчас их отваривать поставила в общем сделаем еду не не отвезу как рационе и самим чтоб покушать обычно сделаю тушеную обычную капусту пожарю жареную тушеную не знаю кто как делает можно добавить рис получится ленивые глупцы посмотрим что получится что получится делаем потихоньку работаем сходила к моей любимой жанночки не такую красоту сделал все работы капуста честно сказать не сочная сочности в ней вообще нет какая-то сухая вообще не еле режется не сочная вообще капуста как старая не старая не знаю в общем полежа на я такая думала салатик еще сделаю не ее мять-мять жать жать с ума сойдешь вот так у меня вакуумных хранился щавель прекрасненький свеженький моего зайки закинем тут осталось маленечко все уже сварилась мяско я разобрала положила он разойдется положить супчик 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 уже почти готова сейчас пришла соседка у нас посадочный период уже 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 скоро скоро будем сажать рассаду и яичко кто какая делаю вот взбиваю яйцо и сюда шик 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 такая вкуснятина вот такая вкуснятина сейчас закипит можно выключать и обед обед готов чудесный чудесно щавеливаю супчик вот такой чудесный получился супчик щавеливый вот такой густенький вкусняшная где у меня ложечка аджичичка на хлебе чик аж прям слюни текут как вкусно божественно просто божественно кисленький вкуснятина готовьте с удовольствием готовьте с удовольствием кушайте радуйте своих родных и близких пока я обедаю разберу мои семена что у меня осталось вот у меня кстати остался не высаженный тамар томат перцевидный удачный урожай московский этот ну что фирма московская вот это по моему это открытый грунт господи для выращивания в теплицах реже в открытом грунте индотерминатные выращивается в один ствол мы выращиваем индотерминатные в два ствола поэтому фирма элита делает хорошая фирма в общем надо это уже смотреть что у меня еще вот две пачечки морковки вот такая чемпион эвка и самсон очень люблю самсон очень хорошо сходит всхожесть отличная любой фирмы вот эта селекция голландия я брала разных фирм последний раз сады россии вот у меня были садах россии короче заказывала вот у меня заказ был садов россии ну вот в том году купила самсон голландской селекции и не посадила видать хватило цилиндрической формы очень мало подвержена вот этим кто 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 их кушает сладкая вкусная сочная морковка и и очень хорошо хранится как просто хранение так и но в обычном до хранение так и в заморожен в заморозке это фирма гавриш голландской селекции делает это самое оттуда семена фасует выращивает и что культивирует гавриш тоже хорошая фирма проверенная во всяком случае перчик вот такой не посадила видать может позже купила не помню даже перец сладкий адмирал засухоустойчивый урожай на мясистые плоды тоже гавриш посажу в этом году срок годности здесь до 24 года поэтому очень хорошо и замечательно все вот черки пуговку вот сейчас можно в горшках в горшок посадить их это фирма элита делает уже можно посадить и сейчас хотя написано с марта здесь но я посажу на подоконнике она очень хорошо культивируется вот эта пуговка и на подоконнике только сойдет снег пока еще будет световой день короткий посажу вот этот вот дайкон три вида дайкона у меня не высажена хотела посадить осенью но к сожалению не получилось вот такая вот красная редька и китайская но это тоже самое дайкон красненький вот такой белый по-моему еще как белый тоже такой цилиндрический вот этот очень вкусный вот я когда покупаю в магазине вот этот очень вкусный дайкон все вот это вот дайкон три пачки много цветов у меня посмотрю что по остаткам здесь но вот здесь есть остатки семена я вижу но к сожалению я убрала название хотя могла и во внутрь положить посмотрю что у меня есть а да во внутрях в общем все надо перелопатить проверить у меня кстати вот синечка схожесть шикарная плодоношение вообще отличнейшее томат синечка маленькие череплоды на компактном низком кусте в тепличном варианте от силы сантиметров 50 не больше вырастает кустик кустик обильно цветущий несколько дает раз плоды то есть не один раз снимаю урожай с них полностью первый раз снимаю потом еще еще три-четыре раза плодоношение вообще очень шикарные мясистые помидорки вкусненькие сладенькие желтенькие для консервации но это вообще чудесно в салатике разноцветные радужные все очень вкусненько вот еще какой не посадила желтый это фирма седек делает желтый вот такой эвку идальга сахарная не знаю среднекрупный не знаю вот опять же купила теперь думаю буду сажать его или не буду для открытого грунта и пленочных укрытий растение детерминатное посмотрю может несколько штучек и посажу для разнообразия желтенькие в общем ладно все кушаю и проверяю здесь все по срокам годности где остались семена вот виола кстати осталась вон она есть тут тоже надо будет сажать вот февраль да в феврале можно уже сажать вот такие красивые виолки обожаю виолки все делаю так здесь у меня огурчики все вот эти огурчики я сажала единственное нарекание так у меня здесь все бесшипные практически были а да вообще все бесшипные значит не посадила я дядя федора потому что у меня ну как бы вот они и он для открытого грунта оказался это надо было в деревне мне отправить эти огурчики и отвратительная зазуля я ее просто выкину вот так вот отвратительный вот этот патиссон семена от октябрины ганечкины вот этот патиссон агро ситрейт растет отвратительно и он невкусный плод кожа жестко ну в общем не знаю это у меня оказывается вот что у меня тут осталось вот эти все огурчики я сажала то есть покупать я больше уже это для деревни пойдут хрустишка вообще отличный сорт всегда всегда очень хорошо вот это пантеркорпический с пучковыми завязями хороший сорт тоже сейчас скажу как он называется три товарища огурцов у нас было очень много потом вот этот изящный хороший тоже сорт очень хорошо плодоносит так где у меня этот где у меня это по-моему крокодил гена он такой пупырчатый пупырчатый колючий вот этот я не знаю сажать мне его или не сажать но не знаю вот скорее всего вот его я не буду сажать не выкину но и сажать не буду может кому нужен по моему вот эти вот хорошие огурчики мне понравились это гавриш у нас фирма так сейчас скажу как называется герасим вот он да это все эфки очень хорошее плодоношение дает несколько если оставить несколько стеблей урожай очень хорошее здесь нет у меня еще вот это ганечкина ганга если честно я ее вообще не помню вообще не помню наверное его тоже я не буду сажать а вот эти аэлитовские посажу сажать все вот эти дали очень хорошие специально выбирала без шипные вот эти ганечки не знаю откуда они у меня попали конечно так так огурчик вот этот без хлопот вот этот огурчик реально без хлопот подобрала очень хорошие сорта вот этот изящный все ничего написано плоды не желтеют они как бы бачкуется такие толстенькие вот эти наверное их тоже сажать не буду как бочонки они маленькие небольшие но они такие как бочонки и они желтеют как влаги не хватает они начинают желтеть так вот этот вот хороший огурчик да вот веселые ребятки с грядки это тоже в завязи много очень мне кажется он как кустовой что ли не кустовой большое количество зеленцов блин я вот не помню есть там есть несколько штучек не хватит а это дружная семейка когда завязи прям вот так вот много с одной этой у меня ее нету дружной семейки ребятки с грядки вот это тоже нормально вот это пупырчатый конечно я не знаю сажать его или не сажать эти пупырки открытый а этого деревенские вот почему тот не посадили потому что открытый был вот этот вот открытого грунта выпала семечка неизвестно откуда не будем ее сажать огурцы я покупать не буду а вот остальное пальчик пальчик не знаю опять же он такими пупырками большими хотя ранние пчелопыли а для открытого грунта для деревни это много надо соседке предложить она наверно будет сажать огурчики не знаю какой мать выберет а ей отдать как то так значит мне надо заказать томаты не надо морковки еще пару пачек это открытый грунт цветы скорее всего буду заказывать на сады россии потому что у них очень хорошая всхожесть и обязательно закажу там огурчик гудвин это огромный помните я показывал какие огромные огурцы но сажать я буду всего лишь одну штучку один на всю теплицу как салатный только одну штучку так все потом закажу придут семена покажу чу-чу я посадила пошла жарить капусту надо уже к ней собираться желудочки у меня сварились я их сейчас вот так порежу помельче и сделаю обжарю с луком и с крупной с морковкой типа такой зажарочки сделаю так что я делаю масло сюда надо включаем мультиварку включить режим жарки это был вот режим жарка стартуем немножко нальем маслица туда лучок весь у меня две луковицы больших крупных потому что желудочки куриные очень дружит с ручком сделаем такой по вкусу шашлычок зажаристый так все это жарится желудочки порезала теперь морковку будем резать тоже крупно морковку вот таким вот образом крупненько еще тут две осталось сейчас порежу делаем все морковку порезали так вот такой вот соломка крупный что у меня сегодня с этим датинка вкусненько вкуснятина лучок у нас жарится помешиваем капусточку тоже носу жарим она маленького усела обычная обжарка так вот по переворачиваю маленько и кассана побольше сделала так что я сюда положу я положу сюда на обжарку сейчас маленько кетчупа и положу сюда горчички зернистый такой вот смешаю это все с жареным луком аромат пошел какой душистый в махеве чуть-чуть уксуса и она прям вообще шикарно получается так что у меня пойдет сюда мне пойдет сюда теперь морковка по ее не положить даже запах божественным горчичка запах кетчупа это такой запах такая это так уже вкусненько так морковка пахнет таким кисло-сладким соусом меня прям отвал башки но я на диете поэтому варим у меня маленечко в банке осталось аджички обедала тоже сюда положу аджичку все и сюда наши куриные пойдут желудочки я себе маленько отложила сделаю их просто с рисом с отварным а вот мои будут сушить вот такую вкуснятинку вот такую куриные желудочки вот в таком кисло-сладком соусе морковка с луком запах конечно идет неописуемый добавлю сюда приправочку для шашлычка чуть-чуть прям то чтобы протушилась немножечко водички это будет очень вкусненько это будет очень вкусненько куриные желудочки будут великолепны они не так мягкие сейчас они будут еще мягче проварить все с морковкой там продружатся ой вкуснятина какой запах так чуть-чуть надо будет соли попозже капусточка у меня жарится периодически поворачиваю это будет на гарнир куриным желудочком и у меня поедет курочка в духовку мне же завтра на работу вот сделаю в духовку в курочку я ее просто обмазываю специи для курицы и все сейчас ее поставим в духовочку так духовку я включила и можно туда засунуть засунуть курятинку как жар поставлю сварю два пакетика риса еще захочет рис с капустой я сделаю себе с печенкой как не желудочками куриными вкусно вчера в светофоре купили гольца я его засолила рецепт есть у меня на канале как я делаю ничего сложного купила две рыбки две рыбки и засолила уже муж утром ел вечером засолила утром он уже покушал я сейчас тоже хочу на хлебетчик с чечко сделать себе галец из семейства красных рыб пресноводный ну в речках обитает у нас тоже очень хорошо просолился красная рыбка цена у него сколько мама брали 300 то ли 329 то ли 369 килограмм стоит галец рыбки не крупные беру уже не первый раз вкусненький нежненький чайную ложку соли чайная ложка сахара а вам котлет смотрел в этот гольца я высмотрела гольца мам чайная ложка соли чайная ложка сахара самый лучший посол вечером посолили утром вот так на бутербродик нежный вкусный суши можно делать никакого рыбного запаха конкретного нету бывает такая рыба пахнет нет очень вкусный у меня получился слабо слабо солененький прям совсем слабо соленый сейчас я порежу в контейнер вот так уберу что просто сразу на бутербродик и все всем приятного аппетита капусточка готова рисок у меня еще маленько варится его смешаю мамочка себе положила щавеливо обедать пойдет и вкуснятина и тоже вкуснятина готова курочка в духовке стоит жарится короче практически все и сделал кто молодец я молодец салатик еще хотел сделать вот яйца отварила думаю какой салат делать хотела рыбный с яичком ну или так съем короче не знаю все чай пик и отдохнуть маленько